добро пожаловать на очередной так так и тест партнер на этот раз как я уже сказал он не совсем обычный скоро вы узнаете почему здорово видеть нас человек собралась показывает что тема интересная и важная речь пойдет про достаточно успешную и наверное в некотором смысле пока уникальную программу который разработал дима хус для подготовки интернов изначально для своего отдела так сложилось что отдел не развился и но все ребята которые прошли эту стажировку несколько этапную остались компании и прошли очень успешно другие команды буду больше занимать времени и предлагаю диме хусу включить свою презентацию и уже начать добрый день всем я попытаюсь найти так вы меня уже видите слышите еще спасибо всем для меня такой довольно интересный опыт рассказывать о каком-то своем опыте не знаю насколько это будет кому-то интересно но мне кажется что возможно что для себя какие-то выводы сделает возможно какие-то мои идеи будущем найдут какое-то свое отражение немножко обо мне то есть то я многие знают не знают довольно хороший опыт программирования и разработки высоком дружных систем а подборки аудио видео и в частности общаясь плюс плюс больше двенадцати лет я закончил свою аспирантуру вот я не защитила 10 свой моя боль моя беда сейчас было бы красиво писаться по ходе дмитрий но так получилось был у меня до этого уже опыт общения с студентами будучи сам когда в общем был магистрантуре и аспирантуре два года меня просили преподавать на кафе экономической информатики в Гуире и был я там плату в общем был я студентом поэтому какой-то меня опыт был для себя как бы не были своя ориентация на эту интернатуру да то есть может быть один из основных принципов чем я сейчас на чем я вообще основывался вот какими мыслями какими идеями и первое что это конечно же на цели и задачи нашего департамента и ай департмента цели индивидуальные какие-то каждого человека потому что кто-то пытался узнать что-то новое кто-то пытался хотел бы на чему-то научиться и так далее нашу департаменту свои цели нам нужно было получить людей которые разгрузили бы элитов разгрузили бы сериалов которые допустим выполняют довольно большие ответственные задачи и просто иногда есть задачи которые может делать человек не то что не сильно квалифицированные сколько с какими-то минимальными знаниями и может выполнить это очень хорошо любая задача которая ставилась на интернатуру эта задача была частью нашего большого какого-то большой картины это было что-то из нашего roadmap и это обязательно было то что мы уже пробовали то есть у меня уже был какой-то этап пройденный по этим задачам эти задачи они уже были опробованы эти подходы и поэтому уже были наработки в качестве и питоновский код был написан то есть под эти задачи то есть эти модели уже были реализованы они уже были там натренированы и был какой-то результат не работают сип-пуск-часть была тоже реализована была тоже подготовлена какой-то небольшой мвп поэтому это в частности того что интерна не может быть пока заменять человека который на самом деле платят деньги за эту работу то есть по сути интерна и как бы они учились и и все-таки интернатура это было трехмесячное собеседование то есть это именно интервью это очень важно было что потому что некоторые шли именно на курсы они почему-то считали что они идут на курсы в компанию и на этих курсах и будут чего-то учить учить никого я не собирался это было собеседование мне нужно было понять как человек умеет работать и как человек может решать поставленные перед ними задачи конечно же мы учитывали какой-то индивидуальный стиль обучения я старался уважать те цели которые каждый пришел в эту альтернатуру кто-то пришел именно получить работу был именно желание получить какую-то работу и у кого-то было желание попробовать себя попробовать поработать допустим до этого человека не было опыта не работали как по компании вообще человек нигде не работал и не знал насколько ему тяжело совмещать работу и учебу и так далее вот задачи должны были быть понятно что четкими все должны были написаны и поставлены иметь какую-то именно просто стоочка да то есть мне нужна задача какая-то сделать задачку обязательно был какой-то бэкграунд у меня то есть в моем случае под каждую задачу это задача машина и глубина обучения под эти задачи были научные статьи была какая-то то есть именно постановка задачи была существенна ну и осталось уважать или скажем так не сколько уважать сколько держать в голове то что у каждого человека свои какие-то степень обучаемости кто-то больше визуально обучается кто-то на слух кто-то кому-то нужно читать кто-то один кто-то в компании лучше обучается кто-то ему нужно что-то тактильное какие-то ощущения вот также мне было важно чтобы люди между собой как-то свои успехи как-то показывали то есть они шагили между собой результат свою какую-то работу и им это все было на показ это было открыто не просто что они там что-то колбасили там три месяца в итоге после этого я на основании этого как-то сделал деленные выводы ну и тем кому нужна была необходимость компания предоставила курс английского языка Анна я надеюсь еще мне слышно потому что как-то нет фидбэка и для меня на слух тяжело нет все отлично отлично у нас двадцать три человека и все замечательно вы живы да фидбэка пока аудио визуального нет у меня когда Дима начнет что-то время ой здесь вот это аудио визуаль это тяжело ну все начиналось в любом случае собеседование для того чтобы войти на это собеседование то есть персонально со мной пообщаться в уютном нашем офисе на двадцатом этаже нужно было сделать какое-то тестовое задание это без вариантов не всегда это тестовое задание я даже открывал не всегда я его читал на адекватность ну с большего это было так то есть человек выполнил тестовое задание что-то выслал он автоматически приглашался на собеседование для меня это такой знак о том что человек потратил свое время и он действительно чего-то хочет потому что бывают просто такие на шишечку там не знаю на шару придут там а вдруг я там прокачу как бы мне такие пассажиры были не нужны поэтому как бы задание было конкретно человек пришел и так далее то есть у меня всегда фиксированный список вопросов на любое собеседование то есть у каждого человека попадает в одни и те же условия на одни и те же вопросы иногда некоторые вопросы не сдаются исходя из резюме то есть если я вижу в резюме что ну человек никогда не занимался никакими там задачей на си плюс плюс то я с ним конечно штуку там не знаю для чего это тварь андеструктор я его конечно же не спрашиваю и общаюсь больше по тем задать по тем вопросам которые у него отражены там в резюме ну в резюме по любому как бы для этого должно быть это уже на то что вообще идет на эту на эту программу чтобы человек как бы более менее обладал каким-то техническим запасом ну то есть ну просто как бы человека с улицы тоже не проходило собеседование и всегда у меня какие-то задачки на логику то есть у меня задачки на логику довольно интересные я не любитель ставить человека в какое-то такое положение я допустим знаю что исходя из стрессовой ситуации мозг работает у каждого человека по-разному иногда он просто тупит не может ответить на элементарные вопросы поэтому иногда задачки на какую-то логику иногда человека раскрепощает и он начинает лучше отвечать и лучше себя чувствует уверенно иногда даже задачки на логику детские ставить человека ну в ступор и это тоже нормально и это тоже как бы большому счету конечный итог мало сильно не сильно влияет ответил человек на задачку либо нет ну и мне больше всего интересует какой-то психологический какая-то картина психологический профиль человека допустим будет ли мне комфортно с ним работать будет ли человек комфортно со мной работать потому что допустим варвара была конкретно сплошная как она относится к мату на рабочем месте институтной брани потому что коллектив мужской работа нервная и ну фильтровать никто не будет поэтому если человек ну не первый и воспитывался там в культурных условиях и ну это будет тяжело ну и без вопросов на каждом собеседовании было с уважением относился к какого-то чести нашего компании ТС у нас определенный написанный гайд независимо от расы социального какого-то положения возраста человек имеет все перспективы попасть на интернатуру то есть вполне это может быть какой-нибудь там 90-летний дед ничего там плохого я не вижу и никаких у меня в этом половина поэтому полностью я типа комфортно себя чувствую в любой компании и в каких условиях ну и поддержка девушек в IT такой бонус и прочих равных вот и так далее в нашем случае этот счастливый билет Варвара получила ой куда нажал не туда вот в принципе тот список вопросов которые и задач и вообще цели которые мы хотели достичь довольно обширные в основном можно это все не читать но смысл в том что как бы было три части в основном это часть общая какая-то общечеловеческая то есть нужно было понять научиться умеет ли человек пользоваться вообще убунту как он себя подлинно сам чувствует потому что некоторые допустим уже использовали с виндой и никогда убунки никогда не использовали ну и за интернетуру очень мне хотелось обратиться к каким-то вопросам связанным с машинным обучением глубинным обучением в основном какие-то подходы очень мало из этого мы конечно в итоге попробовали но что-то все-таки удалось там взять на интернетуру мы к этому всем подходили ну и в любом случае как бы именно погранная часть потому что все-таки было рекламное программирование под задачи по этой теме поэтому нам важно было все-таки получить и глянуть как он вообще себя чувствует с программированием в нашем случае это C++ поэтому как бы в эту сторону мы тоже двигались после собеседования к нам на интернетуру попало 4 человека Варвара она получила задачу по обнаружению звука разбитого стекла она студентка 3-го курса тупого металла и антон тушки один из кандидатов то изначально показался самым таким перспективным человеком после собеседования он занимал мне первую строчку именно я почему-то сказал он до этого опасался своим опытом задачи машин обучения он довольно обшивно рассказывал о том как он уже сейчас халтурит на каких-то проектах и занимается глубинным обучением поэтому он для меня облако под номером 1 антон студент 4-го уже курса выпускного получил задачу обнаружения побуждающего слова в нашем случае это был хэппи но идея была в будущем на нашей камере орлошное повесить орло или просто орло а дальше ключевое слово там turn light on или off вот Дмитрий Киселев тоже один из кандидатов который был довольно перспективный человек уже успел закончить университет служить в армии поработать на этой играли мне допустим очень сильно понравилось что он активно занимался на кега такая платформа где можно решать разные задачи с машинным и глубинным обучением и мне было и очень интересно узнать покажет ли он какой-то опыт в нашей последней раздаче он получил звук детского плача в качестве задачи интернатура мы собирались три раза в неделю по понедельникам средам и пятницам каждые эти дни с самого начала каждому человеку всегда задавался обычные скрановские вопросы что делать допустим за это нуждок времени что собираешься делать что делал что будешь делать и какие у тебя проблемы в этот момент мы всегда пытались узнать на каком этапе находится каждый человек и динамически это все там подталкивалось допустим в нашем случае не имела опыта вообще с нашим глубинным обучением то мы начали с элементарных задач то есть с подъема каких-то элементарных вещей то есть настройка то есть нужно было поднять какой-то environment допустим какой-то обычный сэмпл который можно было загуглить в интернете ее случай она начинала с просто обычных конгуляционных светочных сетей и в принципе когда у нее что-то получалось и уже человек долгими глазами это все смотрит то есть уже не так ему кажется все утопично в каждую пятницу потом это стал каждый понедельник по поездам трудящихся это была пятничная демо это тот момент когда человек вообще показывает что он сделал любой код который он успел наклапать за эти за эту неделю если что-то еще там работало и показывало какой-то то есть это нужно было показать каждую и в пятницу человек отвечал каждый из интернов о том что ему нравится что ему не нравится и что хотел бы он изменить то есть неоткорный под собой скрамовский оттуда все идет то есть это именно те моменты когда человек все-таки какой-то обратной связи человеку нужно все-таки иметь возможность сказать допустим мне не нравится там Дима твое поведение там в каких-то моментах ты там допустим не уделяешь внимание каким-то деталям или мало рассказываешь или мало теории и так далее ну что ну для меня это тоже в принципе то что мне казалось очевидным для кого-то может оказаться вообще не очевидно вообще не в теме и ежемесячно это было большое демо и и репорт репорт это ну каждый человек писал там что он делал за месяц какие он там достиг каких успехов что использовал ну это больше нужно для меня потому что мне было лениво самому это все писать и каждый день когда о себе это написал я это все собирал какой-то удобоваримый вариант и отправлял к тому же своему кастомеру Джону и нашим экзекьютерам и в биг демо это демо когда люди рассказывали о себе то есть мне нужно было научить людей и ребят презентовать себя то есть в будущем нужно было их продать нашему заказчику поэтому они должны были иметь говорить о себе и каких-то своих там достижениях и так далее поэтому у нас было это разговор с Андреем Романниковым присутствовал на одном из биг демо ребята все показывали был у нас тех ток это когда ребята по итогу рассказывали на это и сообщали о себе и о том что они достигли каких вершин на нашей интернатуре по стечении трех месяцев думаю у меня было запланировано ток с Джоном с нашим именно отцом который у нас на проекте но по техническим причинам мы тогда поехали в Киндосе и поэтому нам как бы не удалось Джона склонить на разговор с антеннами ну как бы так как получилось как есть интернатуре было три месяца все это было разделено на три большие части первая часть включала в себя это вхождение в машинное глубинное обучение то есть это кто знает кто не знает что-то поднимал свои знания в процессе работы была дана научная статья эта научная статья включала в себя определенные слова которые нужно было загуглить те кто допустим знал что такое конвалиционные сети там и допустим растаем они шли дальше кто не знал гуглили эти слова и пытались понять вообще о чем идет речь то что допустим можно было не гуглить где-то я пытался объяснять не знаю получалось у меня или не получалось где-то что-то я рисовал в картинке и нужно было сделать какой-то концепт то есть на питоне с помощью пайтона сделать какой-то концепт чтобы можно было читать какой-то аудиофайл его классифицировать и если там есть определенные звуки сигналить об этом для этого в те моменты когда уже видно было что идет затык когда человек уже явно упирается во что-то я шарил свои наработки то есть у меня уже были сетка сделанная набранная по этой статье по этой научной статье уже все было натренировано хорошо или плохо но было были датасеты все это было разделено все это было раз шарила и так далее то есть мы потом подошли и второй месяц должен был быть потрачен на C++ и на какой-то минимальный рабочий пототип для того что с помощью какой-то C++ можно было сделать то же самое что в Python ну и третий месяц это было улучшение текущих моделей то есть каждому была дана возможность улучшить свою модель так как он именно хочет добавить туда нужные слои нужные модули которые по его мнению улучшили бы возможности но в итоге у нас все смешалось поначалу мной было дано вольность именно в том что человек мог изначально сам научно статья это было рекомендовано и можно было как бы найти свой подход и этот подход чаще всего приводил к затыку то есть поначалу было что-то многообещающее потом это просто все сливалось и в итоге пришли к одной и той же научной статье все использовали одну и ту же только под свой набор данных ну тем не менее каждый смог сделать на си плюс плюс какой-то прототип и у каждого что-то работало не у всех это получилось красиво у нас большего как бы у всех работ после интернатуры было еще одно собеседование этих ребят у каждого мне было важно узнать мнение другого человека потому что каждый из этих интернов играл во мне какой-то теневой фигурой человек у меня были определенные какие-то мысли по этому поводу убрать вот ненужные эмоциональные составляющие я попросил Лешу Антоненко как бы пересобеседовать до собеседования Антон Лагунов у меня был на первом месте по результатам интернатуры Варвара была на втором дальше Антон Турский и Дмитрий Киселев на четвертом месте Леша после своего после всех собеседований Варвару поставил на первое место Антона на второе Турского на третье и Киселев остался на всем четвертом месте у нас было два места и в качестве так как нас полностью пересеклись первые две строчки поэтому без вариантов Варвара и Антон ушли с нами работать после этого после того как они стали интернами они перешли в трейдинг инженера у меня своя градация она немножко не соответствует общей принятой ТСовской практике у меня начали идет интерн потом идет трейний инженер то есть инженер который учится работать и потом идет джун то есть это моя внутренняя градация я не знаю может быть она и нравится то есть трейний это тот человек который учится работать и в основной сдаче это впитывать в себя текущие моменты даже сленг даже сленг рабочий и то бывает непонятен каждому человеку каждому студенту то есть некоторые термины которые мы употребляем внутри компании внутри команды и просто как вот программист имеет свой язык да то есть наш профессиональный сленг это тоже даже кажется учиться разговаривать на понятном языке это тоже как бы нужно учиться все они пошли уже на наши реальные задачи и занимались audio emergencies на рейдже то есть на девайсах которые у нас были и плюс была попытка найти решение для клауда но сейчас мы все-таки работали от клауда в сторону рейджа и все будет работать то есть такие вещи как аудио всякие детекции будут скорее всего только на девайсах и будут их вам тоже это очень нам нужно было научиться работать в команде работать в коллективе как-то в одной комнате сидеть тоже можно уметь ну и дальше это элементарные вещи python keras tensor board subversion все это нужно было с этим как бы учиться работать и так далее эту стадию мы не дожили это пустая станица которая останется в моей памяти это как рубцом на моем сердце вот тем не менее что я могу рассказать каких-то советах потому что допустим для себя допустим мне нужно было понять что если я не знаю чего-то это хорошо то есть это нормально это правильно то есть мне допустим не всегда то есть иногда наша работа была больше такая как и все очень нужно было найти то что до этого до тебя не делал никто то есть нет такого ответа то есть нельзя на гуглить какое-то решение и там на стак флоу найти ответ как же детектить звук разбитого стекла на камере под определенный процессор под определенное количество памяти чтобы это все подпихнуть на определенных количествах слоях и с такой-то определенной сложностью такого нету это все очень поэтому я допустим сам не знаю я допустим исходя из своего опыта могу понять есть в этом смысл или нет то есть кажется ли мне какая-то идея какая-то мысль высказанная вслух имеет ли он вообще смысл или можно ну и все-таки я не учитель я не пытался кого-то учить я больше был как рефери то есть направление человека показать путь и где-то все-таки как-то человек куда если у нее есть допустим два путя куда идти да то есть помочь выбрать именно тот путь который придет на лучшем результате за более короткий срок ну и если все-таки человек застрял все-таки как-то помогать отвлекаться и переходить на изучение ну и все-таки чтобы человек не бегал за каждым вопросом нужно дать человеку понять что нужно гуглить и это нормально то есть в этом деле сиять я может быть там кто-то может представить что это там руководители там ментор начальник там еще чего-то там и он должен все знать нет не должен это нормально вот гугли найдешь ответ придешь с этим вопросом и скажу имеет в этом смысл или нет из таких принципов ну и что еще нравится им тоже нам нравится когда они о них заботиться мне причем так показалось что когда люди имеют комфортное облачье место когда оно индивидуально сделано то есть они не пришли не сели на какую-то табуретку там да и все-таки всем показано то что они здесь ценны их ценят и что они на самом деле важные персоны на нашем проекте поэтому мы допустим постарались комфортные рабочие места чтобы они не сидели там на табуретке на краю стола у лига все-таки имели полноценное рабочее место и комфортно ну и почему-то все нравится всем студентам почему-то нравится бэджи с логой компании это просто мне так не знаю почему но так всем нравится и почему-то наверное вот когда одевают все эти на голову эти бэджи как-то себя чувствуют наверное все эти их не снимают сумма как-то не знаю что это вызвано но всем нравится ну и очень всем нравится рабочие процессы то есть когда они приходят и когда они видят что здесь локомотив когда он все это процессы прут и когда все сплачено и вот они как винтик вставляется в нужное место для них и идет этот локомотив это все вот работа прет но для них мне кажется им нравится и более комфортно когда все понятно все спасибо я закончил спасибо большое Дима и конечно так печально прозвучала пустая страница но с другой стороны ты подготовил для нас двух чудесных специалистов и я надеюсь что это все как там что все не зря и будет еще праздник на твоем лице ребята открываем пространство для вопросов рекомендации можно поделиться своим опытом сказать спасибо можете писать чате можете поднимать электронную руку можете так вот прям сходу в карьер может быть Варвара Варя может быть тебя спросим все-таки ты участница этого всего может быть дашь какой-то свой фидбэк и комментарий как это было для тебя хорошо давайте да во-первых я безумно благодарна Диме за всю эту работу которую он провел с нами помогал нам оберегал нас учил даже нас хоть он и говорил что не учил на самом деле учил неправда вот для меня это был очень крутой опыт потому что раньше у меня не было вообще никакого опыта ни работы ни стажировки он прошел не знаю максимально приятно для меня environment был так сказать очень дружелюбным вот ну наверное это все всего спасибо видишь слукавил все-таки учил да вот такая техника незаметное обучение незаметное обучение Варя ну в общем ты все-таки можно тебя еще дерну все-таки сейчас все еще продолжаешь какие-то такое уже новое обучение в новой команде даже в новом новой области там можешь как-то сравнить что сейчас происходит у тебя через какие обучающие вещи ты проходишь ну сейчас у меня так сказать второй этап обучения я бы сказала что он немного более интенсивный сейчас очень много информации ко мне подлетает которые нужно воспринимать это сравнить можно только в том плане что они довольно разные по темпу вот за три месяца все-таки было спокойнее влиться в новую сферу понять что как сейчас как-то все очень быстро но тоже интересно спасибо может быть есть еще какие-то вопросы или что-то хотелось бы обсудить многим из здесь присутствующих да вижу Олег хочет ага вижу ты в чате написал давай зачитаю спасибо было интересно были ли какие-то общие обсуждения семинары когда кто-то рассказывал всем идею алгоритм да ну как я говорил у нас есть и пятничные демо и ежедневно когда задавались определенный набор вопросов и если были какие-то сложности то ну и допустим что-то были попытки объяснить работа того или иного модуля и вообще как это работает работа того или иного метода было ли так чтобы кто-то из интернов нашел какой-то момент и он всем рассказывал об этом я думаю что было такое мне просто это больше как в пятничном демо когда каждый из интернов рассказывал о том чего он достиг и что он добился допустим за эту неделю когда он показывал какие достижения то есть кто-то там какой-то киселек допустим там нашел ну как говоришь с ним с ним на всеточку которая из аудио допустим там доставала определенный набор фич то есть фич и в этот момент он рассказывал допустим что он нашел это получается ответ на этот вопрос да спасибо я бы вот предложила высказаться Коле или Игорю может быть даже больше Коле Витебский офис у нас пока победитель по количеству взрослых интернов которые потом попадают в разные команды на разные проекты может быть есть вам чем поделиться с нами если хотите то есть это не всегда интерны которых вы взращиваете но вы всегда там на подхвате на поддержке ну я на самом деле да это Николай я на самом деле на самом деле хочу сказать что это больше даже заслуга наверное минска чем чем наша по поводу интернов у нас наверное пока нет такого подхода так сказать сверх комплексного как у Димы вот у нас он пока более упрощенный но кто его знает может быть мы чем за кем воспользуемся на самом деле тут всегда интересно как вот материал подбирался ну в случае Димы это уже наверное больше к нему вопрос от меня да Тим расскажи пожалуйста такой объем я когда показал этот слайд с кучей тем и мы еще когда только смотрели на твою программу это было удивительно ну на самом деле это больше набор каждой каждой модели она состоит из определенного набора слоев и процедура тренировки и допустим дальше какого-то валидации она в данном случае включает определенные функции эти функции просто были в этом списке хотели мы этого или не хотели то есть большую часть этого мы попробовали нам не получилось познакомиться с другими сетями какими-то там сеанские сети и то вообще а материал подбирался у нас есть как я говорил что каждая задача должна была быть частью какой-то картины которая у нас есть у партнера на тот момент я активно работал с audio emergencies это то направление которое было очень интересно именно детекция каких-то событий на девайсе и в клауде разбитого стекла детский плач плач плачая собака детекция ключевых слов поэтому мне на эту натуру других-то тем особо-то и не было то есть мне нужно чтобы если интернет пойдут к нам в проект и на реальную жизнь то они будут именно этими заниматься то есть странно было бы чтобы они занимались какими-то кушечками собачками а потом они пришли и работа со звуком то есть для них было бы мне кажется более комфортно именно переход в знакомую среду не только там технологии были бы знакомы а именно даже инварами то есть та же модель которая идет сейчас в работе может быть немножко видо измененная но идея та же подход тот же поэтому в будущем было легче всего в этой теме не болеть спасибо дима к сожалению тут заходил паш сироткин но выбежал был вынужден идти на другую встречу там где сейчас Варя проходит продолжает там есть очень интересный опыт работы с дневником с техническим дневником обучения интернатуры может быть он еще потом поделится может быть мне бы интересно было еще спросить Сережу который готовится принять интернат да Сережа уже есть какая-то идет работа продумывайте как будете работать или как это может сейчас как-то по-другому будет проходить у нас тоже нацеленность будет на решение именно практических задач по проекту то есть будем выбирать те задачи которые реально нужны заказчику не какие-то абстрактные давать а то что будем использовать это первый момент на второй момент это будем искать какие-то задачи которые можно будет разделить между ребятами то есть ставить пару опытного разработчика и стажера стажер делает какую-то свою часть задачи а опытный разработчик свою часть и вместе получает готовый результат соответственно при таком подходе опытный разработчик всегда может помочь подсказать стажеру что и как делать потому что он будет в теме задачи которую нужно будет решать и будет понимать что и как работает нужно будет отдельно подключаться выяснять что конкретно необходимо делать помимо этого будем смотреть насколько нужно ли стажеру дополнительно заниматься языком или нет и насколько интенсивно и следующий момент это так сейчас вспомню будем давать что-то изучать по теории то есть видно что мы пользуемся такими-то технологиями или там какие-то тест фреймворки но человек еще не работал с ними не знает как их использовать соответственно такие задачи на обучение на самообразование тоже будут даваться спасибо сереже можно я воспользуюсь случаем еще скажу что это еще не прозвучало но на самом деле на мой взгляд частью успеха вот этой программы стало вовлечение Света Романенко которая была и чаром для вот этой команды интернов и действительно потратил очень много своего своего личного и обаяния и энергию для того чтобы поддерживать ребят как бы вести этот процесс всегда быть на связи получать фидбэк и его каким-то образом кстати в этот момент это я забыл да к сожалению но это очень тоже важный момент всегда интернам было дано одно понятие что Света это тот человек на которого можно которому на меня можно жаловаться если с моей стороны будет негативный момент ну я бываю шучу неправильно неполиткорректно вот поэтому Света это был тот человек по-моему она была мне пожаловаться для принятия таких мер реагирования ну и просто не за какими-то вещами в виде того же бейджа и просто у тебя печеньки сколько поэтому Света большое спасибо да Света действительно тут вот вложилась и до сих пор ведет и Варио и Антона и я это говорю к тому что у всех кто будет работать с интернами пожалуйста имейте ввиду что это достаточно серьезный ресурс который очень может вам помочь облегчить какие-то ваши задачи да и с точки зрения что дать вам может быть обратную связь когда у людей которые только приходят в команду и чувствуют себя очень уверенно и не знают как прокоммуницировать какие-то вещи мы сможем помочь но кроме того что да мы создавали это ощущение и Дима его на самом деле прям транслировал вот это чувство что это ваше место это место где вам рады и если вы будете хорошо работать и у вас здесь ну то есть это может стать вашим гнездом вас будут здесь поддерживать за вас не будут здесь работать но если вы все делаете хорошо и правильно вы всячески по счастью с Димой действительно очень в этом смысле большой молодец хочу тебе тоже сказать спасибо ту поддержку которую ты оказывал им это было важно то же самое с английским да то в данном случае благодаря свете и той коммуникации которая есть между HR отделом и английским пожалуйста обращайтесь в данном случае мы сразу договорились с Димой что интерны будут пользоваться всеми теми вещами которые можно пользоваться у нас в офисе когда они в офисе интернет если нужно какое-то рабочее место переговорки английские печеньки кофе в общем чтобы они сразу чувствовали себя частью этого места это очень-очень сработало поэтому если вам нужна какая-то поддержка и она вам скорее всего будет нужна пожалуйста обращайтесь у каждого интерна будет свой HR и есть свой HR и это отличный ресурс для вас и английский тоже хотела вот добавить может быть появились еще какие-то вопросы у нас есть еще около 10 минут может быть кто-то хочет поделиться своим опытом или задать какой-то каверзный вопрос не обязательно к Диме но ко всем нам о котором вы думаете и хотелось бы как-то коллективного разума увлечения Дима тогда можно я спрошу мне вот любопытно мы с тобой достаточно много обсуждали эту интернатуру до ее начала и в начале какие у тебя были самые большие страхи какие из них были обоснованы а какие нет ну вот у меня тоже звучало да то есть то что я могу чего-то не знать это для меня была такая небольшая если не мысль но если не страх то по крайней опасающаяся то есть такая вот идея то есть которая ее опасалась все-таки на мне допустим была какая-то я чувствовал себя или придумал себе что на мне какая-то ответственность за будущее этих четырех идей что-то не наступает если не взрослую жизнь по крайней мере я как бы первый человек который к нам направляю по какому-то пути и кто-то не обучается задает вопросы и мне хотелось как-то быть максимально именно компетентным максимально знающим человеком на который именно скажет то что нужно как-то найдет ответ и ну даже где-то где-то застоянут в каких-то моментах быстро и найдут ответы на этот вопрос но если даже не так бывает знать все невозможно и чего-то не знать это тоже хорошо поэтому надеюсь что вы меня понимали когда я чего-то не знал и говорил что ну я по еще одному вопросу ответ и я вам обязательно скажу в следующий раз спасибо у нас есть здесь еще один член вашей команды я Алексей Парфенов мне интересно насколько вы вообще пересекались с другими членами команды может быть Леша ты можешь что-то сказать вот эта команда вдруг появилась в твоем рабочем пространстве как это были какие-то с ними пересечения вообще как ты во всем этом увлекался или нет ну мы общались иногда но особо я не пересекался мне было интересно узнать присутствовать при брейнсторминге каждое утро но я не вникал в детали потому что слава будет ясно спасибо хорошо ну есть еще возможность что-то спросить пока я говорю буквально еще минутку можете подумать и поднять руку можно я да отлично спасибо давай ну смысл думаю такой здесь много чего уже сказали я хочу наверно может повторить но где-то можно сказать по-новому что то очень очень важный пример димы это пример того как в принципе мы смогли поставить на новый уровень процесс подготовки интернов процесс обучения в компании благодаря диме мы получили прекрасных кандидатов и я очень хотел бы чтобы мы сохранили элементы этого процесса на будущее опять же да вот согласен с димой с тем что там всего может знать невозможно вот тут как раз очень хороший такой пример что здесь мы показываем новым нашим специалистам будущим что ну вообще в целом наша специфика вот этой работы она она сама по себе такова что вот всех знаний человек никогда не имеет здесь и приходится учиться без конца и главное наверное еще ну не главное но такая очень важная часть этого процесса который поставил Дима это то что люди искали и находили какую-то новую для себя информацию делились обрабатывали эту информацию и получали из этой информации какой-то полезный выход вот это очень очень важная часть и здесь я очень благодарен Диме за то что он как раз таки не давал все ответы и не давал все в готовом виде потому что тогда это было бы ну то есть это менее ценно на память в итоге получается значит и что еще да хорошо вот прозвучали слова что что как что в этой стажировке ребята смогли увидеть и в целом производственные процессы в нашей компании и эти процессы которые они действительно помогли им увидеть роли увидеть какие-то там взаимосвязи взаимоотношения между различными специалистами различными членами команды различными людьми в проекте и кроме того увидели как можно нам значительно быстрее эффективнее делать там работу которая допустим в таком в примитивном режиме могла бы сделать там бесконечно вот и это очень важно это очень хорошо в принципе это то то что бы тоже я бы хотел выделить и там на как часть того важного там процесса подготовки специалистов в котором мы уже участвуем и который мы хотим у себя поднимать на новый уровень что касается ребят Варя Антон я думаю что ну то есть вот сейчас они пошли скажем на следующий уровень факультатива своего и немножко отошли от искусственного интеллекта но искусственный интеллект для нас все равно остается очень важным и приоритетным направлением и наша стратегическая задача развивать это направление и мы при каких-либо возможностях с потребностях на в этом значит в этом направлении мы естественно будем обращаться с акварией антону и стараться их направлять именно по ханой своей вот пожалуйста спасибо Андрей здорово ты так подытожил особенно птички которые там поют так скрасила спасибо в общем будем тогда закругляться единственное что я хочу сказать если у вас есть желание сделать текток это как вы уже поняли не обязательно исключительно техническая проблема это может быть проблема или не проблема а вопросы связанные с тем как мы работаем над чем мы работаем над нашими какими-то процессами о том как мы увлекаемся и сотрудниче с другими людьми пожалуйста обращайтесь пишите и будет здорово если у нас будет больше таких встреч а эта встреча будет доступна для пересмотра если захотите на нашем канале всем спасибо хорошего дня до свидания спасибо пока пока